7 апреля отмечался Всемирный День Здоровья. Именно в этот день, в 1948 году, была создана Всемирная Организация Здравоохранения. День Здоровья посвящен глобальным мировым проблемам, которые стоят перед здравоохранением планеты. В этом году тема Дня Здоровья – наша планета, наше здоровье. В этом году на фоне продолжающейся пандемии мирового масштаба обострились такие заболевания, как рак, астма, болезни сердца. Всемирная Организация Здравоохранения призывает обратить внимание мирового сообщества на меры по сохранению здоровья населения планеты. 7 апреля, во Всемирный День Здоровья, горбольница Асбеста установила на площади возле торгового центра «Небо» два передвижных модуля – диагностика и стоматология. Любой житель смог пройти комплексное обследование, чтобы узнать о состоянии своего здоровья и получить необходимые рекомендации. Насколько это важно, рассказала директор Дворца культуры имени Горького Лариса Мишавкина. Я считаю, что в современных условиях и с очень быстрым течением нашей жизни крайне важно не забывать о том, что нужно остановиться, подумать о себе, выявить какие-то проблемы на ранней стадии. Есть те моменты, которые необходимо проводить детям, то есть точно так же привести, показаться, рассказать о каких-то проблемах, чтобы вовремя поймать момент, выявить какую-то проблему со здоровьем, и чтобы наши медики, которые очень профессиональны, смогли помочь как раз на ранней стадии. Чем раньше мы это сделаем, конечно, тем быстрее можно будет вернуть человека в строй. Представленный спектр исследований широк. Среди них экспресс-тестирование на определение уровня глюкозы и холестерина в крови, экспресс-тесты на ВИЧ, измерение сатурации, артериального и внутриглазного давления, роста, веса, а также скрининговое исследование сердца на кардиовизоре и профосмотр полости рта у врача-стоматолога. За здоровьем своих зубов надо следить регулярно с самого рождения. Это надо приучать сразу детям, прививать это, чтобы раз в год обязательно проверять зубы, так как если больные у вас зубы, это также сказывается на остальных органах вашего организма. И я вот, например, регулярно каждый год сам хожу, вожу своих детей, всю семью проверить зубы. У вас все пломбировано, кариеса нет там, никаких отложений тоже нет у вас. Полностью там санировано. У меня все отлично, рекомендую всем. Желающих было настолько много, что работу медиков в передвижных модулях пришлось продлить еще на один час. Всего в этот день комплексное обследование своего здоровья провели более 50 человек, в том числе 18 у стоматолога. А 8 апреля такое мероприятие было проведено в поселке Белокаменный во дворце культуры Вороний Брод. Там прием вели специалисты Центра здоровья. Жители поселка проверили свое здоровье и получили рекомендации терапевта. Всего в поселке обследования и консультации прошли 46 человек, а 9 апреля в Белокаменный прибыл передвижной флюорограф. В День здоровья медицинские учреждения Свердловской области оказывали различные профилактические услуги. Причем участниками этого мероприятия стали не только медицинские работники, но и спирдловчане, ведущие здоровый образ жизни, спортсмены и тысячи жителей нашей области. Наиболее эффективный способ сохранения здоровья – профилактика, благодаря которой вы сможете предупредить и устранить причины заболеваемости. Эти мероприятия проводятся в первую очередь для быстрой диагностики состояния своего здоровья. Так сказать, профилактика. Выяснить, есть ли какие-то отклонения. Ведь расположенный в этом модуле кардиовизор позволит сразу в режиме онлайн сказать, какое состояние у твоего сердца. И при необходимости врач-терапевт, который там находится, даст рекомендации по корректировке состояния своего здоровья, либо направит к кардиологу. Юрий Чиликин, Алена Власова, Дмитрий Рудаков. Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова